Сегодня является фаворитом, поскольку есть Португалия молодежная. По вашему мнению, кто фаворит группы и какие шансы в нашем сборе? Вы знаете, вчера долго я думал над данной группой. Мне так получилось, что Беларусь играла с португальцами. И как раз, анализируя этот матч, я уже имею представление, что за команда Португалия. Поэтому, это естественно, что Португалия является сильной командой. Но не могу сказать, что Россия уступает португальцам в уровне готовности игроков. Или уровне мастерства игроков. Могу отметить отличие этих двух команд в том, что очень высокая организация игры у португальцев. Потому что система подготовки футболистов в Португалии намного развитее, чем в России. Но не то, что в России, а во многих странах. Поэтому там от 14 лет уже готовят специально игроков, для того, чтобы эта команда выстреливала на чемпионатах мира. Поэтому этот плюс, конечно, у португальцев значимый. Но и Россия обладает потрясающим потенциалом, который я не могу не сказать, что ее не ставят в фавориты. Я хочу отметить, что группа команды нет большой разницы в уровне данных команд. На примере Германии и Люксембурга, в первой группе, тут большая разница в уровне. Поэтому, естественно, очки команда фаворит будет брать, ну, скажем так, если брать пример Германии, без проблем, я думаю. В данной группе я могу сказать, что уровень отличается, но незначительно, скажем так. Поэтому все будет зависеть от отдельного матча, от отдельного периода, где какая команда будет готова лучше, та и будет отбирать очки. Я считаю, что Польша может отбирать очки. Я считаю, что Алвания тоже может отбирать очки. И на примере прошлого опыта, вы сами прекрасно видели, что и Латвия, и Фареры отбирали очки у фаворитов. К сожалению, это нам не получилось, но я очень надеюсь, что в данном цикле мы будем готовы намного лучше. И это зависит в большинстве от игроков, которые работают именно в клубах. И в этом плане и оптимистичен. Имеет значение, что мы стартовим в Португалии и России в первой матче? Мы стартуем с португальцами. Определенный момент, да, потому что в этом плане могу отметить, что возможно еще неизвестно, скажем, соперники неизвестны друг другу. И в этом есть элемент сюрпризов. Это может быть авантажем для нас. Дома Кирилу, если вы хотите, чтобы выяснить, что группа прелеменера и актуала, как и более сильная группа? Допустим, у нас есть более интересная группа, и более интересная группа, потому что, как мы сказали раньше, что у нас есть плюс-минус, но в прошлом году Россия и Россия у нас есть большой потенциал. У нас есть большая группа, я считаю, что у нас есть большая группа, и, в последнее время, и в России, и в России, что эти группы в 2018 были достаточно сильные. И я считаю, что, нарезавцами этого двух этих, Россия и Россия, в группе А. и рамутно дефечил септикалифич.